Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 17 февраля, суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам, глава 14, стихи с 19 по 26. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божия, «Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне и явлена, и через Писание пророческие, и по повелению вечного Бога, возвещена всем народом для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа. Слава вовеки. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к римлянам. И очень назидательно и очень правильно, и очевидно, что Церковь в последнюю неделю, в последние два дня перед Великим Постом предлагает вниманию Церкви, вниманию Церковного Евхаристического Собрания, то есть людей, которые пришли на богослужение, предлагает именно это Слово Божие, именно эти слова апостола Павла, и через них Церковь пытается назидать верующих людей. И вот о чем же говорит апостол Павел? Апостол Павел говорит о тех проблемах, которые существовали в ранних христианских общинах. И он говорит о такой проблеме и доложертвенного мяса. «Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Это 19 стих. И 20-й. «Ради пищи, не разрушай дело Божие, все чисто, но худуй человеку, который ест на соблазн». И эти слова нужно, конечно же, смотреть и рассматривать в контексте эпохи, в историческом контексте. А дело в том, что существовали сильные и слабые христиане. Сильные христиане – это те, которые понимали, что языческих божеств не существует, и доложертвенное мясо не может осквернить человека. Но существовали так называемые слабые христиане, которые не могли еще отлепиться от своего языческого прошлого и все еще верили в существование, в бытие, в реальность языческих божеств. Поэтому не прикасались ни под каким видом к доложертвенному мясу. И вот одни христиане презирали, то есть сильные презирали слабых, а слабые осуждали сильных. И происходил некий раздор среди христиан. И вот апостол Павел, поэтому и обращаясь к такому вот раздору, пишет в 19 стихе, «И так будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». И это послание, вот этот стих, обращенный к нам, чтобы мы искали не то, что нас разделяет прежде всего, а то, что нас объединяет. «Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто», — говорит апостол Павел. И в этом смысле он в некоторой степени стоит на стороне сильных христиан. Но в то же время он и предупреждает. В данном споре он стоит ни на стороне сильных, ни на стороне слабых. «Но худо человеку, который ест на соблазн, он говорит, да, сильные правильно понимают, но они неправильно это свое знание используют, потому что, зная о существовании слабых христиан, они бравируют своим знанием и своей свободой во Христе. И он говорит о том, что это плохо. «Но худо человеку, который ест на соблазн, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. И он не говорит об идоложертвенном, он просто говорит, не есть мясо, которое может быть даже и не идоложертвенное, не пить вина и не делать ничего такого. Стоит сказать, что и вино приносили в жертву». То есть вино тоже могло быть идоложертвенным. С одной стороны, конечно же, эти проблемы не проблемы современности, но и в современном мире мы осуждаем и мы презираем ближнего. Поэтому мы можем перенести это на нравственную почву, отделившись от конкретной ситуации. Святые отцы говорили определенным образом об этих проблемах. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». И блаженный феофилакт Болгарский говорит, что здесь тайно намекает на то, что совершенный высказывал совершенство свое подчиславие. Говорит, ты хоть, то есть сильный христианин, говорит, ты хочешь показать мне, что совершен в вере относительно пищи, веря, что все хорошо и чисто, не показывай мне, но довольствуйся свидетельством совести пред Богом, которому показываешь это. То есть все правильно, что ты сильный, ты понимаешь, но не показывай это другим и не чеславься этим. А именно чеславием страдали как раз-таки эти сильные христиане. И далее говорят, говорит стихи, «Осомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». И святитель Василий говорит следующим образом, толкуя этот стих, «Если все, что не по вере, грех, как говорит апостол, вера же от слушания и слушания от Слова Божия, то все, что не по Богодухновенному Писанию, не по вере, и потому грех». Этот же стих блаженный Феофилакт Болгарский толкует следующим образом, «Кто сомневается, говорит, и ест, не убедившись, тот осуждается». Почему? Не потому, что пища была нечиста, но потому, что не был уверен, что она чиста, и думал, что прикасался к ней как к нечистой. «Кто не убежден и не верит, что пища чиста, но ест ее с лукавой совестью, тот, конечно, грешит». Так же и мы, надеясь на излишнее милосердие Божие, иногда приступаем к заповеди и не уверены точно. Мы поступаем точно так же, как и те люди, которые еще с неокрепшей совестью могли вкушать идоложертвенное мясо, то есть слабые. И таким образом они грешили тем, что еще не доросли в ту степень свободы и думали, что они грешат против Бога, и делали это тайно, и в этом был их грех. То есть они шли на сговор собственной совестью, лукавили пред Богом в их понимании, и они шли на это сознателя. В этом и является грех этих слабых христиан. А грех сильных христиан, в свою очередь, в том, что они, видя эту слабость своих собратьев, все равно бравировали своей свободой и поступали так, как поступали. То есть кушали идоложертвенное мясо на глазах у слабых. Апостол Павел же говорит о том, что если я кого-то соблазняю этим, то не буду есть мясо вовек, то есть вообще не буду его есть. И таким образом апостол Павел накануне Великого Поста и Церковь назидает нас и говорит о том, что мы должны смотреть за поведением ближнего и не соблазнять его своим поведением, не искушать ближнего своим поведением, быть вежливым, учтивым и услужливым, готовым помочь ближнему, а не бравировать своим знанием, своей верой и своим постом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова